Здравствуйте, меня зовут Кирилл, я рад снова вас видеть. Я надеюсь, что предыдущий обучающий ролик был для вас полезен. Сегодня я вам расскажу о функции HDR, реализованной в вашей камере. Режим HDR лучше использовать в тяжелых условиях съемки. Пример, когда вы пытаетесь фотографировать человека на фоне окна, то фотография, как правило, получается либо слишком темной, или наоборот, очень светлой. В режиме HDR камера сделает несколько кадров, автоматически склеит их в один, и в итоге у вас получится очень хороший светлый кадр с проработанными тенями. На примере очень хорошо видно, как это работает. В режиме HDR камера делает несколько кадров и автоматически склеивает их в один. В итоге у вас получается одна фотография с хорошо проработанными тенями. На фотографии слева, сделанной в обычном режиме, почти не видно солнца. В левом нижнем углу не видно границ между деталями и тенью. На фотографии справа, сделанной в режиме HDR, четко видно солнце и границу между объектами и тенью. В HDR режиме фотография получается более детальной и с хорошо проработанными тенями. Переключите камеру в режим сцены. В режиме сцена вам необходимо найти вкладку HDR. Свой выбор вы подтверждаете нажатием на центральную кнопку управления. Настройка камеры завершена. Режим HDR хорошо использовать в условиях, когда вам необходимо получить более детальные и контрастные фотографии, проработанные в тенях. Отснятые вами фотографии в режиме HDR вы можете просматривать, как и обычные фотографии, на фотоаппарате, на компьютере, на телевизоре. Также вы можете просматривать ваши фотографии на фоторамке. Для этого вам необходимо вытащить карту памяти, вставить ее в фоторамку, нажать на режим просмотра и наслаждаться отснятыми вами кадрами. Я надеюсь, что этот обучающий ролик был для вас полезен. Всего вам доброго. До новых встреч.